Рео-новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы сломиться. Мы все умрем. Мы все умрем. Но это не точно. Эпизод подготовлен при поддержке Международного фестиваля науки и технологий GeekPicnik. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы разбираем явления и сценарии развития событий, которые могут привести к концу человечества как вида или цивилизации. Меня зовут Игорь Кривицкий, а у меня сегодня в гостях Александр Панчин, популяризатор науки, борец с фальсификацией науки, лауреат премии «Просветитель». Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр, вот о том элементе вашего титула, который связан с фальсификацией науки. Я не встречал человека, который позиционирует себя вот именно как борьца с фальсификацией науки. Это что-то актуальное сегодня, на сегодняшний день? Ну, в России есть комиссия по борьбе с служенаукой, есть комиссия по борьбе с фальсификацией в науке. Это две разные комиссии. Я, на самом деле, в комиссии по борьбе с служенаукой. И там достаточно много людей, которые активно занимаются тем, что разбирают разные случаи фейковых научных исследований и просто какой-то откровенной ерунды. Вот, например... Я, конечно, примерно понимаю, но все равно хотелось бы уточнить, в чем большой вред от того, что человек подделал свою диссертацию? Ну, то есть сегодня выпускаются миллионы человек из университетов каждый день, но нет уже просто столько научных тем для того, чтобы писать на них научные работы прям серьезные исследовательские? Ну, вы представляете себе, что вы идете к врачу на прием, вы думаете, что он компетентный специалист, что он закончил какую-то образовательную программу, а он списал свой диплом, потом списал свою диссертацию, и в итоге он лечит вас какой-нибудь пустышкой, которая не имеет доказанной эффективности, потому что он даже не представляет, как вообще наука работает, когда оказывается эффективность того или иного препарата. Наличие этих отдельных, в том числе диссертаций, но не только их научных статей и научных работ, это, во-первых, подрывает институт научных репутаций, то есть у нас вместо нормальных экспертов какие-то псевдоэксперты, которые могут выступать по телевидению, выдавать какие-то спекулятивные свои гипотезы за научную истину, и это просто плохо для самой науки и для того, как ее воспринимать будет общество. А в мировом таком тренде всех очень волнует проблема так называемой воспроизводимости научных результатов, когда одни ученые не могут повторить то, что делали другие. Как раз потому, что часть из них подделывали результаты. Часть подделывали, часть плохо сделали, неаккуратно, с рядом ошибок, про которые отдельные люди могут не знать, даже будучи солистами. Ну, то есть дело не всегда в злом умысле, да? Дело далеко не всегда в злом умысле, но проблема эта очень актуальна, потому что очень много денег уходит на абсолютно бесперспективные направления. Есть какой-то топ научных сфер, в которых фальсификации, ошибки, подделывание научных каких-то работ приводит к наиболее масштабным и серьезным последствиям? Если мы говорим про социальные последствия, то, да, наверное, медицина будет на первом месте, потому что есть огромное количество псевдомедицинских препаратов, огромное количество лекарств, которые не имеют доказанной эффективности или имеют какие-то отдельные исследования, неплохо выполненные, некорректные, которые на самом деле ни о чем не говорят, но их все равно пытаются выдавать за научно обоснованное. Ну, например, вот в России у нас очень большая проблема с релизоактивными препаратами. Точнее, есть премия за верность науке, в рамках нее была антипремия, и вот антипремию за самый вредный уже научный проект присудили компании, которая производит так называемые вот эти релизоактивные препараты. Смысл их в том, что берется какое-то вещество, точнее, антитела. Антитела — это такие молекулы, которые играют роль в иммунном ответе. А дальше они разводятся так много-много-много раз, что этих антител, собственно, не остается. Это какой-то подвид гомеопатии? Да, они только пытаются не называть себя гомеопатией. Видимо, мы поняли, что слово гомеопатия уже начинает у многих людей вызывать подозрения, и особенно если речь идет, допустим, про международные какие-то организации, научные сообщества, если вы хотите публиковаться в каких-то зарубежных журналах, то слово гомеопатии использовать нельзя. Поэтому они назвали это релизоактивным препаратом, но, по сути, это та же самая гомеопатия, просто в новом таком обличье. И вот у них есть препараты от клещевого энцефалита, от простуды, от гриппа, от проблем мужского здоровья, от алкоголизма, от кокового менингита и так далее. И вообще они продают панацею от всего. И это такой бизнес, который миллиарды рублей в год они зарабатывают на торговле вот такими вот сахарными шариками. Вот это вот пример, мне кажется, большой социально значимой проблемы. Но это лишь одна из многих, потому что это иллюстрация такой более глобальной проблемы, что если препарат вышел на рынок в России и называется лекарственным средством, это не значит, что он хоть чего-то стоит. Есть куча хороших лекарств, и есть куча плохих лекарств. Но для обывателя, который не запланировал пойти и просмотреть все клинические исследования по тому препарату, который ему назначили, ему очень сложно будет разобраться, вот ему назначили сейчас пустышку, или ему назначили реально действующий препарат. И, по идее, регулирующие организации должны навести порядок в этом, сделать так, чтобы людям не приходилось каждый раз, когда им врач выписал рецепт, идти в ПАБМЕД и в какую-то медицинскую базу данных и читать статьи про то, что им выписали, чтобы понять, не гомеопатия ли это, или еще что-то. Но вот так оно не работает, к сожалению. Мне кажется, это большая-большая проблема. Вот это будет топ-1. Раз уж мы конкретно про гомеопатию говорим, если известно, если многократно научно доказано о том, что это пустышка, то, что это сахар буквально в воде разведенный и больше ничего. Почему, во-первых, почему люди сами по себе продолжают верить гомеопатии, а во-вторых, почему тогда ее не запретят сверху? Ведь это урон, ну, не только экономически и социально, это урон жизни и здоровью. Человек вместо того, чтобы лечиться, пьет сладкую воду. Ну, начнем с того, почему люди в это верят. Есть одно очень показательное исследование, я сейчас точно не вспомню там авторов, но смысл был такой. Взяли большое количество людей, которые болеют астмой и в случайном порядке подвергали их четырем типам воздействия. Ингалятор с лекарством от астмы, который имеет доказанную эффективность, пустышку-ингалятор, то есть плацебо-акупунктура, то есть иголкалывание сделано еще и неправильно к тому же. И ничего не делать. И дальше было два способа померить эффективность. Один объективный, через измерение с помощью респирометра пропускной способности легких. И оказалось, что лекарство от астмы работает, все остальное не работает, что неудивительно. Абсолютно. Но когда людей спросили, по их мнению, что им помогло, то все три вмешательства, по их мнению, были одинаково эффективны по сравнению с невмешательством. Людям, даже страдающим реальным заболеванием и даже сталкивающимся с реальным лекарством, отличить реальное лекарство от пустышки, если они их, допустим, параллельно принимали или в некотором близком временном диапазоне, очень сложно. И секрет успеха огромного количества таких вот пацебо-пустышек, альтернативной медицины, заключается в том, что люди начинают принимать какой-то такой препарат и им становится лучше по каким-то совершенно не связанным с этим причинам. Самый простой вариант привел, что просто человек обратился к врачу, когда он чувствовал себя максимально плохо, получил некоторые лекарства, средства, вмешательства, и после этого ему стало лучше, но не из-за этого лекарства, вмешательства, а просто потому, что прошло время. А логическая цепочка уже сформировалась? А логическая цепочка уже сформировалась, человек уже уверен, что его выздоровление является следствием приема вот какого-то вещества или не вещества, а пустышки, вот сахарного шарика или чего-то еще. И это такой универсальный механизм, из-за которого люди в принципе легко могут поверить в эффективность более ничего угодно. Грубо говоря, возьмите любую научную тему, и кто-то обязательно пытался из этого сделать какое-то псевдолекарство. Электрическим током заряжать воду, чтобы она была целебная. Камни и кристаллы. Камни и кристаллы. Магнитом на магниченную воду. Ставить воду на магничную палочку, перемешать, и она тоже будет целиться. И на каждой из этих примеров можно найти тысячи людей, которые в это поверили, которые ходили, говорили, что моя жизнь изменилась. И мы слышим ровно одни и те же аргументы. А мне помогло. Но вот наука сегодня пришла к тому, что а мне помогло, это очень плохой аргумент, но ни на что, по большому счету, ни о чем не говорит. Чтобы понять, работает ли какая-то методика, проводят клинические исследования. Берут большую группу людей, разбивают на две подгруппы случайным образом. Важно, что случайным, чтобы не получилось так, что в одной более здоровые, другая более больные. После этого одна группа получает лекарство, другая получает пустышку заведомую. И вот в таких аккуратных исследованиях и то бывают всякие подводные камни, но, по крайней мере, они хоть что-то нам могут сказать о том, работает препарат или нет. Окей, но вот провели мы исследование, выяснили, что препарат не работает, что, в принципе, вся методика не работает, что гомеопатия чушь, акупунктура чушь и так далее, и так далее. Почему их не запрещают тогда законодательно, если они не безобидны, если доказано, что они не только не помогают, но как бы по факту вредят? Ну, или могут вредить, по крайней мере. Ну, во-первых, вредить они могут разве что тем, что люди, которые пользуются такими методами лечения, могут пренебрегать другими методами лечения. Поэтому это есть некоторые социологические исследования, что, например, в онкологии сторонники альтернативной медицины более часто отказываются от рекомендованных настоящих методов лечения рака и имеют повышенную смертность. То есть, косвенный вред имеется. Но на счет запретов это очень сложная тема. Я, например, сам абсолютно не уверен, что это должно быть именно запрещено, что этого нельзя делать. А если речь идет, допустим, про такие вот плацеботерапии. Это можно классифицировать как мошенничество, например. Ведь под видом лекарства или лекарственного средства продается, ну, нечто, что таковым не является. Когда, например, наша комиссия по борьбе с уже наукой делала меморандум о уже научности гомеопатии, там в рекомендациях у нас не было запретить гомеопатию. У нас было ввести маркировку этих препаратов, в которых нет действующего вещества, чтобы человек, покупая такой препарат, был проинформирован о том, что он покупает препарат, в котором нет действующего вещества. Дальше у нас есть свобода совести, свобода вероисповедания. Если у человека его вера в гомеопатию говорит, все равно нужно эти шарики принимать, ну, кто же ему запретит? Но, по-хорошему, это не должно поддерживаться государством, это не должно закупаться государством, это не должно оплачиваться государственной страховкой. Но сами по себе запреты, мне кажется, могут иметь негативные последствия. Ну, опять же, да, черный рынок гомеопатии. Представьте себе такую историю. Эпизод подготовлен при поддержке Международного фестиваля науки и технологий «Гип-пикник». Знаете, я вообще обратил внимание, что, например, в рекламе лекарств часто говорят «способствует», помогает преодолеть, вылечить, избавиться от… Нет четкого утверждения того, что это лекарство вам однозначно поможет. Оно поспособствует. Это вызывает недоверие к лекарствам, а оттуда, соответственно, растет недоверие к медицине, недоверие к науке. Это же неправильно. Так ведь не должно быть. И что так происходит? На самом деле, полезно понимать, что когда мы говорим про хорошее, эффективное лекарство, это не значит, что все люди, которые это лекарство примут, что они выздоровят. Это значит, что принимая это лекарство, вероятность вашего выздоровления увеличивается, потребительность жизни неожидаемо увеличивается. То есть, что есть какие-то конечные точки, которые улучшаются при приеме этого лекарства, но это не значит, что-то оно в 100% случаев дает какой-то определенный результат. В силу того, что люди отличаются индивидуально, и болезни, которыми мы страдаем, они не могут лечаться. То есть, например, когда мы говорим, допустим, рак поджелудочной железы, то на самом деле, даже вот мы в этих указаниях, что это рак какого-то органа, но мутация, которая возникла в клетке, из-за которой возник данный рак, может очень сильно отличаться между отдельными пациентами. И в итоге какой-то препарат может быть эффективный, очень эффективный у одного пациента, менее эффективный у другого. Но если мы в совокупности возьмем большую выборку пациентов, то мы увидим, что те, кто принимали лекарства, в среднем имели больше, допустим, продолжительной жизни, или там у них сильнее уменьшилась эта опухоль. И то есть, у нас есть объективные данные о том, что это работает. Поэтому сама формулировка, что увеличивает шансы на выздоровление, способствует излечению, это, мне кажется, как раз скорее во многих случаях, по крайней мере, это может быть честно. Как раз таки, если брать откровенную фейковую медицину, там очень часто бывают заявления как раз в духе того, что мы вылечим вас от всех болезней, превратим все, что угодно, исцелим рак за три сеанса, вот такого рода вещи. Нормальная медицина таких обещаний обычно не делает. Вот это вот явный такой индикатор того, что что-то не так. То есть стоит опасаться наоборот категорических и однозначных заявлений о том, что все будет. Да, если кто-то говорит, что это лекарство от всех болезней и вот такого рода вещи способствует общему улучшению всего вашего тела, а не помогает с какой-то конкретной проблемой справиться. Там еще много других признаков вот такой вот откровенной ерунды, которые могут быть полезны. Например? Ну, начнем. Отсутствие ссылок на какие-то серьезные исследования в международных журналах. Вместо этого какие-то отзывы, которые не факт, что реальные люди писали. Дальше человек, который якобы это изобрел. В России есть одна Академия наук, Российская Академия наук, которая что-то, по крайней мере, в естественных науках значит. Все остальное, там, Академия, какая-нибудь там, Мега-науки, Академия Тринитаризма, Российская Академия Естественных наук или РАЕН, или, как у нас любят шутить в наших узких кругах, академики с РАЕНа. Ссылки на какие-то фейки в Академии. Дальше там, заявление, смотрите, у нас все запатентовано. Запатентовать можно в Новолунии. Осиновые палочки, собранные в Новолунии, лечат там... От вампиров только, по-моему. Не только от вампиров, но это всего, что хотите. Можно запатентовать. То есть, патент не является доказательством того, что что-то работает. Патент является свидетельством того, что вы первые это придумали так использовать. Сертификаты соответствия. То есть, да, можно подтвердить, что ваш лазер действительно лазер. Но это не значит, что он лечит что-то. Но это тоже часто так обманывают людей. То есть, смотрите, у нас есть сертификат от Минздрава, что все классно. Но сертификат лишь утверждает, что прибор, допустим, там, не знаю, прибор может быть такой, что он измеряет потени ваших рук, или это у него есть сертификат, а вам его выдают за прибор, который измеряет вашу ауру или определяет вашу профессию под печатком пальцев. Вот. Ну, то есть, вот такого рода приемы очень часто мошенниками используются. Но у них нет нормальных научных исследований, при этом заявления на уровне Нобелевской премии, если бы это работало. Может быть, это поможет кому-то отличить. Мы все умрем. Но это не точно. Смотрите, ну, при таком количестве, если столько всего вокруг на самом деле оказывается недостоверным, хотя выдает себя за науку, и это разоблачается. И, в общем, факт за фактом, камушек за камушком, и накапливается большое недоверие к науке. Ну, вот если говорить продолжать про медицину, то возникают же такие кейсы, как, например, те же антипрививочники. Это тоже ведь проблема. Насколько она масштабна в вопросах фальсификации науки? Где она берет свое начало и как ее решать? Ну, вот пример с антивакцинаторами, он хороший, потому что показывает, как может возникать на пустом месте глобальный миф, в который верит огромное количество людей. Была статья Ауна Вейкфилда в журнале The Lancet. Это вполне приличный научный журнал, где, в общем-то, у него с самого начала не было каких-то серьезных данных на этот счет. Собственно, у него там это было скорее даже, ну, как гипотеза, которую потом, кстати, очень аккуратно проверяли, что вакцины связаны с аутизмом, вызывают аутизм. Вот. И впоследствии оказалось, что нет, не вызывают. Но тот факт, что про это написал авторитетный научный журнал, это подняли СМИ всех стран. И в итоге сейчас, я думаю, что каждый слышал где-то там краем уха историю про то, что вакцины вызывают аутизм. Вот такого рода косяки, они показывают некоторую ответственность, которую вообще несет наука перед обществом, что ученые отвечают за то, что они проводят какие-то исследования, публикуют их. И, в принципе, это нормально, когда с них за это спрашивают. Вот. То есть здесь был вопрос всего лишь, это можно было предотвратить все лишь там дополнительным уровнем, уровнем слоем проверки этой информации? Ну, сказать, что вы написали некоторую интересную гипотезу, а теперь пойдите проверьте ее, сделайте хорошее исследование. Ну, получилось очень безответственно. Получилось, ну, опять же, может быть, никто не догадывался, что так может получиться, что некоторым свойственно верить в человечество. Наивно достаточно, на мой взгляд. Хорошо, а есть какие-то другие подобные примеры? Ну, то есть антиперивычники, наверное, просто самый яркий и самый актуальный. Может, есть что-то другое, о чем мы не знаем, что на самом деле произрастает как раз вот из того же недоверия к науке? Мне кажется, что тут очень интересен сам принцип того, как люди начинают всюду выискивать заговор ученых и вообще начинают считать, что наука это какая-то фигня. Мне кажется, что начинается с того, что у каждого формируется какое-то одно свое собственное заблуждение, вызванное какой-то неправильной интерпретацией своего личного опыта. Ну, например, вот мы обсуждали гомеопатию, человек поверил в нее, а тут он узнает, что ученые говорят, что гомеопатия не работает. Ну, естественно, ученые в заговоре, это и заговор большой фармы, которая хочет отнять у этого человека вот это вот лекарство, в которое он поверил. Чтобы заставить его покупать их лекарства. Да, или, допустим, человек прочитал какой-нибудь священный текст и после этого уверовал в то, что людей создали в их первозданном виде, что не было никакой эволюции. А тут выясняют, что такие в биологической и научной среде все считают, что эволюция это факт. Ага, значит, заговор биологов, эволюционистов. Ну, и можно было подумать, что в некоторых случаях отдельные там какие-то заговоры, ну, они достаточно безобидны. Ну, поверил человек в то, что эволюции не было. Поверил человек в то, что земля плоская или в то, что американцы не были на луне, потому что он там увидел, как флаг развивается, следовательно, да. Или пыль летит из-под колес не по той траектории. В общем, вот он какую-то такую вот штуку непонятную для наивного слушателя или не специалиста проинтерпретировал. И вот сами по себе некоторые этих мифов, они достаточно безобидные, но потом из них вырастает полное отрицание всего, что связано с наукой и стремление к антинауке в других сферах, в том числе в медицине. И после этого люди могут себе и своим детям и своим родственникам навредить. История знает случаи, когда происходило что-то подобное, но в большем масштабе или на более высоких уровнях, когда официально, государственно отрицалась и исключалась какая-то область науки, которая на самом деле являлась таковой. Ну, то есть, например, тоже признание генетики лженаукой в Советском Союзе. Откуда произрастает это и к каким последствиям приводят такие случаи? Ну, надо сказать, что вот признание генетики лженаукой это очень необычная история в истории мировой науки. То есть, такого, чтобы нормальную науку окрестили лженаукой, других примеров, в общем-то, особо не найдете. Надо понимать, опять же, что наука это международное явление. Нет никакой отдельно российской науки, американской науки, китайской науки. Мы все изучаем в разных странах один мир, методы очень похожи, отличаются немножко там научной школой и так далее. Так вот, когда генетику объявляют уже наукой, то любой человек может убедиться в том, что это мнение локальной некоторой группы людей в Советском Союзе, что они отражают мнение международного научного сообщества. Когда мы говорим, например, об объявлении гомеопатии уже наукой, то легко убедиться в том, что это как раз является консенсусом международного научного сообщества. И в этом как бы разница, что нет ничего общего между этими кейсами. Вот такая была политическая ситуация. Мы все умрем. Но это не точно. Окей, тогда более актуальный, хотя и менее радикальный пример, сомнения вокруг генной модификации и генно-модифицированных организмов. Это научно доказано, это научно осуществимо, это есть, но тем не менее до сих пор во многих странах, в том числе в России, в том числе и на официальном уровне, почему есть сомнения у стран о том, что оно допустимо, возможно и так далее? Ну, это разрыв между научным сообществом, государством и обществом. То есть, научное сообщество, опять-таки, если почитать научные журналы, то там, посмотрите на опросы, которые проводились среди ученых. Например, в США есть такая организация, называется АААС, издает журнал Science, самая крупная в мире академия ученых. Там проводился опрос на тему того, считаете ли вы там ГМО безопасными, там, ну... Среди ученых. Среди ученых, да. И там прям подавляющее-подавляющее большинство сказали, что да, ГМО безопасны, как продукты питания, ничем, никаких дополнительных рисков они не несут. Эта же позиция есть у Семьи Наградоцветрого хранения, у Американской академии наук, у Китайской академии наук. А дальше есть существующие в обществе страхи, которые контрастируют с этим научным сообществом и с его мнением. Потому что по тем же опросам показано, что только 30%, допустим, американцев считают, что ГМО безопасны, как продукты питания. И в России 80% считают, что это вредно, их нужно запретить. Ну, а дальше государство, любой политик, он, если хочет оставаться успешным политиком, то... Должен следовать, в общем. Ему желательно следовать, если у него нет каких-то иных веских оснований, следовать мнению народа. Если народ сказал, что запретить, значит, если ты его запрещаешь, то ты получаешь общественную поддержку. А имеет ли право какой-то государственный деятель или орган, именно вот право, и тем более научная какая-то организация или структура, имеют ли они право вот так вот подчиняться, прогибаться под общественное мнение? Ну, это все определяется законами той или иной страны. То есть, например, вот в Америке, несмотря на то, что большинство людей боятся этих самых ГМО, там так устроены законы, так была продумана система регулирования, что у, скажем так, в наукоемких вопросах большую роль играют специалисты и с ними считаются. то есть там есть специальные организации, которые отвечают за то, чтобы принимать решения и способны помогать политикам принимать решения в вопросах, связанных с наукой. В России, сколько я понимаю, достаточно плохо налажено взаимодействие между научным сообществом и государством. И поэтому, когда депутаты в России принимают какой-то закон, связанный с наукой, то, как правило, это будет принятие закона неинформированного, то есть который не проходил какую-то адекватную оценку репрезентативных представителей научного сообщества. И, грубо говоря, если по-хорошему в нормально действующем государстве должны быть репрезентативные члены научного сообщества, которые отражают такие научные мейнстримы, и они должны сообщать его тем, кто принимает решения, то у нас скорее будет наоборот, что люди, которые решили по каким-то своим соображениям популистским или экономическим или еще каким-то личной выгодой, личных знакомств или своих заблуждений принять то или иное решение, они подберут себе тех экспертов, которые подтвердят, что они все делают правильно. Ну, я надеюсь, на самом деле, что это будет в скором времени станет скорее исключением, чем правилом, и на самом деле научное сообщество будет иметь больший вес и больший авторитет и большую самостоятельность в принятии подобных решений, в развитии науки и, соответственно, в развитии общества и государства в целом. И тогда от каких-то научных ошибок и тем более научных подделок и фальсификаций, мы очень хотелось бы верить, не умрем. Но это не точно. Большое спасибо, Александр, что пришли к нам сегодня. Спасибо, что пригласили. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте «Реа.ру» в приложениях «Подкастс», «Вапстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм «реа-подкастс» и присылайте свои вопросы на почту подкастсобака «Реан.ру». Вирусы продолжают развиваться. Мы сломиться мы все. Мы все умрем. Но